МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крибрум, Скайэнг и другие подписали соглашение об участии в сетевом проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта. Проект призван объединить усилия университетов, частных и государственных организаций по созданию условий, которые обеспечат мировое лидерство России в области искусственного интеллекта. Образовательный интенсив «Остров 10-22» на 12 дней собрал в Сколтехе лучших представителей университетской общественности. И в течение этих 12 дней участники интенсивы обсуждали острые вопросы в сфере образования, соотносили будущее своего вуза с повесткой технологического развития, определяли цели и пути собственной трансформации. Отличие «Острова» от форумов очень простое. Здесь нельзя схалявить, здесь нельзя обойтись без скайпа, здесь нельзя не принимать решения в онлайне, здесь нельзя не использовать эти инструменты. Вы 12 дней с 7 утра до 11 вечера находитесь в этой среде, вы учитесь. И, знаете, сначала вы иногда мучаетесь, а потом вам нравится. Так бывает. Вот здесь как раз то самое. Идет научение тех, кто, собственно, и делает это самое технологическое развитие. Первый образовательный интенсив «Остров» состоялся прошлым летом на острове Русский и стал важным событием для сотен российских технологических проектов. Первыми островитянами были предприниматели, инвесторы, изобретатели, ученые и студенты. Тогда впервые были отработаны принципиально новые подходы – практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта. «Остров» нынешнего года решили целиком посвятить университетам и их роли в технологическом развитии нашей страны. Задача подготовки кадров для технологического прорыва предполагает наличие управленческих команд. Команд, которые будут готовы к системным изменениям и их внедрению в ВУЗы. Программа «Острова 10-22» как раз и была посвящена созданию, развитию и сплочению этих команд, состоящих из руководства ВУЗов, региональных властей, лидеров студенческих сообществ, молодых ученых-практиков, представителей высокотехнологичных бизнесов и инвесторов. ВУЗы становятся, ну, наверное, возвращают себе статус таких точек роста в регионах, изменений, инноваций в регионах. Здесь формируются новые команды, плюс такие кросс-секторальные команды вузовские, которые по возвращению к себе в регионы должны стать такими агентами изменений уже для большего количества преподавателей, студентов, стать открытыми для городских сообществ, для взаимодействия как раз бизнеса, науки и выхода на экспортные рынки. То есть мы хотели бы, чтобы вот этот остров именно этого года стал таким драйвером изменений именно университетской среды. Для многих ВУЗов участие в образовательном интенсиве стало началом взаимодействия с экосистемой национальной технологической инициативы, масштабной государственной программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий и проектов на международной рынке, о чем не раз говорил и российский президент. Наши институты, университеты, ВУЗы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации национальных проектов и программ развития, подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, технологических, производственных задач. Участники острова вели работу по нескольким направлениям. Действовало несколько факультетов. Это сквозные технологии, рынки НТИ, управление, основанное на данных. Интересное направление – технологическое предпринимательство и трансфер технологий. Студенты этого факультета учились строить, создавать предпринимательскую экосистему на уровне ВУЗа, ну а затем и всего региона. Времена с лекционными залами на 300-400 человек, они безвозвратно прошли, канули в прошлое. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. В советское время это было замечательно. Сейчас об этом надо забыть. Это не работает абсолютно. Нужны другие схемы образования. И вот одна из задач острова – это не просто выработка таких систем, но их пропадающие, распространение этих систем по стране. Кстати, участвовали в образовательном интенсиве не только российские ВУЗы. В числе иностранных островитян были 12 представителей ВУЗов Сербии. В январе этого года Россия и Сербия договорились сотрудничать в развитии цифровых технологий. Кроме того, в Белграде планируется открытие первой зарубежной площадки коллективной работы. Точка кипения. Сотрудничество России и Сербии в сфере цифровизации идет действительно очень хорошим путем. Подписано 7 соглашений в январе во время визита президента Путина нашему президенту Вучичу в Сербии. И вот по этим соглашениям идет активная работа. Специалисты из Сербии, которые присутствовали первый раз на острове, вернулись в Сербию с прекрасными впечатлениями и с этими идеями, которые сейчас будут обмениваться со своими коллегами как раз на университетах и научно-исследовательских институтах. Очень важно, чтобы цифровое будущее всегда было общее. Ну и еще о важных для образовательной среды событиях. Руководители 33 университетов России совместно с АСИ, платформой НТИ и университетом 2035 в Сколтехе подписали меморандум о партнерстве. Главные функции агентства, которые оно реализует на протяжении 7 лет, такие как снятие барьеров, поддержка проектов, наставничество, будут реализовываться при партнерстве с вузами. Тремя основными направлениями станет тиражирование моделей агентства по поддержке проектов, экспертиза регуляторных проектов и наставничество. Университетам необходимо будет создать вузовскую команду, которую будут обучать специалисты агентства. Во время обучения они узнают, как проходят отборы проектов, какие способы привлечения экспертов используют АСИ, какие есть форматы работы с проектами и их лидерами на всех этапах. Прошедший образовательный интенсив «Остров 10-22» – это еще один кирпичик в глобальном проекте под названием «Национальная технологическая инициатива». Это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые и будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Как не раз отмечал президент России Владимир Путин, технологический прорыв – это вопрос выживания. На раскачку здесь времени нет, потому что будущее уже наступило.